Зачем Том Круз разрушил Кремль? Вопросы, которые удивляют гидов в Москве. Туризм. Зачем Том Круз разрушил Кремль? Вопросы, которые удивляют гидов в Москве. 8 часов РИА Новости. Евгения Новоженина. Фестиваль День Народного Единства. РИА Новости. Евгения Новоженина. Москва. 18 мая. РИА Новости. Людмила Титова. Где спит Ленин? Сколько русские едят хлеба в день? А вы впадаете зимой в спячку. Столичные гиды привыкли к необычным вопросам иностранных туристов. И все же бывают ситуации, когда даже экскурсовод со стажем оказывается в затруднительном положении. Тут помогает уже не знание, а чувство юмора и находчивость. Самые невероятные вопросы иностранцев, которыми поделились представители Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Москвы, в материале РИА Новости. Миссия невыполнима. Однажды я работала с группой филиппинских врачей-онкологов, впервые приехавших в российскую столицу. На Красной площади один из гостей с серьезным видом спросил, а какую именно стену Кремля разрушил Том Круз? И сколько ее восстанавливали? На туриста явно произвел впечатление фильм «Миссия невыполнима», и он долго искал следы разрушения на Спасской башне и Васильевском спуске, рассказывает представитель Ассоциации. 30 июля 2018 года, 08.00 Туризм. Другая Москва. Как попасть в необычные места столицы? Никогда не предугадаешь, с какими мыслями приезжают туристы и насколько они осведомлены. Некоторые задают сложные политические вопросы, о ситуации в Сирии, отношениях президента с лидерами других стран и прочее. Чтобы ответить, нужно быть в курсе всех событий. А иногда спрашивают, правда, что ГУМА был построен, чтобы выпускать одинаковую одежду для граждан СССР? Тут уже нужна не эрудиция, а смекалка. Туристы имеют право задавать разные вопросы, а наша задача объяснять все так, чтобы гость не почувствовал себя неловко. Отмечает вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков Марина Крисова. Почему Красная площадь маленькая и кто слепил Ленина? Иностранные туристы, впервые приехавшие в Москву и увидевшие Красную площадь, удивляются, что она в реальности меньше, чем они ее себе представляли. По словам гидов, гостей приводят в изумление, что главная площадь страны незакрытый музейный объект, и сюда можно свободно попасть. Разве она не спрятана за Кремлевской стеной? Интересуются некоторые. РИА Новости. Кирилл Калинников. Иностранный турист возле мавзолея Ленина на Красной площади. Вопрос «Где спит Ленин?» Гиды часто слышат от иностранных туристов. Но больше всего запомнился этот вопрос от туристки из Бразилии. «Кто же так хорошо Ленина слепил?» «Как живой лежит?» Рассказывает гид Ольга Васильева. Один турист даже поинтересовался, в какую сторону ногами лежит вождь мирового пролетариата. Нужна ли виза на станции Киевская? Самый распространенный вопрос, который московские гиды слышат от туристов, впервые посетивших столицу, «Почему вы не показываете нам президента?» Вопрос «Где Путин?» регулярно задают гости любого возраста и национальности. Причем не только на территории Кремля или на Красной площади. Нередко иностранные туристы в Третьяковской галерее интересуются, почему в портретном зале нет изображения президента, а на поклонной горе не поставили памятник главе государства. Китайские туристы, по словам гидов, бесконечно могут задавать самые неожиданные и невероятные вопросы. Их ремарки можно записывать и издавать. Самые распространенные, а чем отличается православие от христианства? Где похоронена Дева Мария? Или почему у Богородицы на руках мальчик, а не девочка? 29 января, 8 часов. Зачем Пушкин приехал из Африки? Особенности приема китайцев в России. Недавно я привезла группу китайцев на станцию Киевской, гости с неподдельным волнением поинтересовались, не понадобится ли украинская виза для посещения подземки. Разве мы не на территории Украины? Удивились иностранцы. Пришлось успокаивать, что виза не нужна. А также уточнить, что на станции Рижская Шенген тоже не понадобится, рассказала гет Елена Бреус. За чей счет феерия? Почти всех иностранцев поражает, что Москва очень красивый и зеленый город. Какие вы молодцы, что посадили все эти леса! Восклицают гости. Любуюсь вечерней иллюминацией в столице, турист из Испании спросил, за чей счет у вас это рождественская феерия каждый день? РИА Новости, Владимир Остапкович, вечерняя подсветка на улицах Москвы. РИА Новости, Владимир Остапкович, вечерняя подсветка на улицах Москвы. Иногда туристы из Франции, особенно мужчины, предлагают обменять своего президента на нашего. Интересуюсь, почему? Шутят, что в этом случае Францию присоединят к России, и Париж засияет, как Москва, рассказывает представитель ассоциации гидов-переводчиков. Как-то в метро одна пожилая туристка, поражаясь частоте на станциях, спросила, а жвачки у вас молодежь проглатывает, не выбрасывает? Другая гостья поинтересовалась, не проводятся ли в школе уроки по охране окружающей среды. 12 февраля, 8 часов. Два китайца шумят, как 40 японцев. Стереотипы о туристах из разных стран. Однажды, прослушав рассказ о регионах России и ее природных богатствах, турист из Франции спросил, а почему никто, кроме русских, не пошел в Сибирь за нефтью и газом? Почему у советских солдат не было драконов? На Поклонной горе иностранные туристы часто интересуются, кто и кому здесь поклонялся. Даже несмотря на то, что гиды рассказывают историю, начиная с древних времен. Самый неожиданный вопрос, который я слышала на Поклонной горе от индийского мальчика лет 8, прозвучал у Монумента Победы, где Георгий Победоносец пронзает копьем змея, рассказывает гид Тая. Мальчик заинтересовался, почему у подножия именно Святой Георгий и Дракон? Объясняю про символ Победы Добрых Сил над Злом. И вдруг вопрос, значит, Драконы были только у нацистов, а у советских солдат не было. Сколько длится беременность в России? Иногда после подобных вопросов думаешь, не расслышал, не понял, устал, забыл язык, не узнал акцент, но не может такого быть. Просишь повторить? Нет, все верно, именно это спрашивают, и надо что-то отвечать. Делится впечатление мигит Валерия Константинова. РИА Новости, Владимир Вяткин. Туристы покупают сувениры в Москве. Когда зима наступает и становится холодно, вы уже из домов не выходите. А шубы передаются по наследству от бабушки-внучки? А сколько русские в среднем зимой едят хлеба в день? Рыба в Москве-реке зимой тоже замерзнет. Интересуются они. Скажите, а Волга это очень важно для русских? Спросила меня как-то туристка из Испании, рассказывает геть Елена Русакова. Я начинаю рассказывать про Великую Русскую реку, ее протяженность и прочее, а мне в ответ, а вот почему у вас все на свадьбе кричат, Волга! Волга! 19 апреля, 8 часов залечь на дно в Самаре. Зачем ехать в город на Волге?